Зондер Саранча 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 владельцам торгового центра Ocean Plaza в столице. За что? За то, что они русские. Но дело не в национальности, дело в успешном бизнесе, который бы не прочь отжать Коломойский под патриотическим предлогом. Вот только киевляне вряд ли это поймут. Сам Филатов тоже идет за мандатом. У меня друзья из Донецка, публика такая, что мы приведем русский. Мы сказали, что вот ребята красная черта, которую если вы переступите, мы начнем стрелять. Милиция пришла сюда, и у нас же тут был большой разбор полетов. Пытались придать какую-то типа законность. После неудачной попытки в прошлом году слетать в космос, захотел ощутить невесомость в политике. Как и заведено у этой команды, Фейсбук пестрит сообщениями о его геройствах, расписываемых купленными ботами. Но вот об этом он предпочитает не вспоминать. Еще весной он в такт террористам призывал власти услышать Днепропетровск. И даже хвалился, что мэрия сдает сепаратистам помещение. Тех, кто вскоре будет убивать наших солдат, Филатов называл коллегами. Да и методы у него те же. 7 октября во время трансляции на Днепропетровском 34 канале сюжета о кандидате от оппозиционного блока эфир обл-администрация просто отключила. Точно так же, как на Востоке террористы отключали украинские каналы. Зарабатывать для группы «Приват» в раду идет и Александр Шевченко, директор приватного курорта Коломойского, Буковель, депутат Ивано-Франковского совета. Он тоже любит славу. Но вот его настоящее лицо. Шевченко не только любит устраивать драки в Верховной Раде. Он настоящая саранча. Яркая зондер саранча, которая жрет все, что растет на земле и саму землю тоже. В 2008 присвоил курорту 336 гектаров в селе Поляныця, занизив цену в 500 раз. За каждую сотку Буковель заплатил по 476 гривен при рыночной цене в 20 тысяч долларов. Многих селян добрый Шевченко тогда выбросил на улицу. Сказал убираться, не заплатив ни копейки. Зондер саранча. Бандиты – преступники. Вот кого «Приват» ведет в парламент. С такими Коломойскому удобно, но рано или поздно все преступления вскроются. Мы должны помнить о таких вещах, как неотвратимость наказания. Я не говорю о том, что все будут наказаны и все будут... До всех дойдет наказание. Он боится, что придется платить. Боится, что вместо трона кукловода окажется в лучшем случае в мусорном баке и защищает себя, свой статус. Стая саранчи в полете. Вот как Беня решает за выборы. Ставит своих в округах Днепропетровской области. 52 и 59. 52 и 59. А что ты так тяжело дышишь? Да, я просто сейчас смотрю, кто же там у нас, скажем, его кандидат. Мы тебе написим. Напишите. Давай. И помогите. Ну смотри, но 59-й я отпускаю тоже. Ну хорошо. И останется 52, героический поступок. Хорошо. А скажи мне, а по Наташке там где-то по 47-му что-то? Я сейчас тебе и по нему сброшу. И хорош там такой парень вообще. Ты даже наполовину грузишь, кстати говоря, по маме. Кто? 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 По маме. Сейчас сброшу. Сброшу. Причем хочешь, я сейчас скажу? Еще ими грел. Сброшу. Сбрасывай. Давай. Для того, чтобы обеспечить нужный результат, готовы привлекать и военных. Ну значит, доставим всем БТР. Зачем молчать? В прямом эфире. Еще одна саранча. Причем саранча со стажем. Жрал везде и все, что нельзя было тоже. Последним сожрал целый телеканал. Народный депутат Николай Княжицкий. Человек Коломойского и Владимира Севковича. Да, того самого, который разгонял Евромайдан. Весной прошлого года при семье Януковича он руководил рейдерским захватом. Телеканал АТВА. По нашей информации, по расследованиям журналистов, до этого отношения мали пан Клюев, пан Севкович, пан Княжицкий, пан Жвания. До этого часа все задоволены с жизнью, я так понимаю. Людей тогда просто выбросили на улицу. Подделана доверенность, сфиксированы документы. То есть классический рейдерский захват. Именно за это Княжицкий получил депутатский мандат и держится за него как саранча. Конзундер саранча, еще бы, его сообщник Александр Альтман получил за эту аферу полтора года тюрьмы. Но Княжицкий за решетку не хочет. Не хочет и рассказать о том, откуда у него счета на Кипре. И за что он получил 355 тысяч долларов от компании Серагил Холдингс? И заплатил ли с них налоги? Журналисты требовали ответов на эти вопросы у власти. Догадайтесь, получили или нет, если они все в одном списке саранчи. У олигарха Коломойского везде своя саранча. И как бы сильно кто ни завернулся в украинский флаг, суд не скроешь. Таков и мэр Львова Андрей Садовой. Это сейчас он честный патриот. Настолько честный, что во Львове он всем напоминает голубого воришку Альхена. Из 12 стульев Ильфа и Петрова. Из Львова сделал себе богадельню, которую обкрадывает и объедает, как саранча чужое поле. Парна Садовой, как мы смотрим, что он такой благодейный. Это не злочинцы. Злочинно действует влада. Это упрямо заявляет. Иначе это назвать уже не можно. Вот еще несколько лет назад он на дне рождения у тогда еще президента Януковича. Здесь же и Коломойский. Сколько тысяч они заплатили, чтобы попасть на этот праздник владельца Золотого Батона? Прильнуть к его рукам? Облабызать его? 50 тысяч? 70? Садовой всегда был членом президентской семьи. О том, как он вел дела во Львове, знают сотни местных предпринимателей. От джин-бизнеса, давление, поборы. Контроль над львовским рынком, приватизация универмага на площади рынка. Выселение галереи Арт-11. Я помню его визит к нам, но это очень небезопасная людина, потому что, если ты сделал что-то доброе, он это видит, что ты все втрачаешь и можешь тратить все. Я уверена, что Андрей Садовой мог вот так остановиться, но он это не остановил. Это только часть грехов, за которые придется ответить. Ответят все. И даже когда-то любимец публики комбат Семен Семенченко, который так сильно хочет вместо бронежилета носить депутатский значок. Он долгие месяцы скрывал свое настоящее лицо. Его настоящее имя – Константин Гришин. Уроженец Севастополя. Человек, появившийся из ниоткуда без военного образования, долго скрывавший свое лицо, вовсе не потому, что боялся террористов. Своё расследование, кто он, провел российский оппозиционный и гонимый властями телеканал «Дождь», а не какой-то там прокремлевский лайф-мьюз. Его нам привел человек от самообороны Майдана, от Киевской, который сейчас тоже был его противник полный. Он представил его нам. В итоге мы когда готовились к этому всему действию, он там посоветовал якобы как командиры на самообороны, что нам надо взять, какие средства защиты собой. В итоге-то он там ни копейки на это все не видел. Он приезжал с самого первого дня, говорил, ребята, вы будете спать в спортзале, там какой-то там не спортзал или там какой-то курятник, на матах будете на грязной спать, в облезлые стены. И я вас буду фотографировать, потому что мне важно показать эти облезлые стены, чтобы люди мне начали пересылать деньги. Гришин собирал с украинцев деньги, якобы помочь армии. Но куда они пошли на самом деле, неизвестно до сих пор. Только на одном счету в приватбанке, который открыт на его жену, по состоянию на 12 или 13 мая всего года находился миллион шестьсот тысяч гривен. А кроме этого, там была еще масса электронных счетов. У меня вопрос. Я, конечно, понимаю, что деньги идут вроде бы как на благое дело. А когда будет отчет о финансовой деятельности? Товарищи, которые задавали Семенченко подобные вопросы, неожиданно погибали в бою. И вовсе не от пульс сепаратистов. Меня чуть не негативировали, а именно это вообще круто. Я получил контузию, еле-еле выжил. То есть, и поэтому... Ну, сепаратисты вы имеете? Да ну как? Нет, давай, без комментариев. Сепаратисты это одно. А когда в кругу друзей ты выясняешь, что есть у тебя еще враги, которые не просто, но тебе сказать, что да, попытаются тебя спереть. 14 сентября в Киевской области исчез и заместитель штаба батальона «Донбасс» Сергей Калашник. Его близкие утверждают, он пытался расследовать, куда Семенченко выводит деньги. А вы напрямую к Семенчику не обращались? Напрямую к Семенчику не обращались? Только что мы с ним обращались? Только что обращались? И что он говорит? Он говорит, что Саша призначит, и говорить о нем даже не сможет. Теперь он идет в раду. Когда-то все равно придется все возвращать. Но это он не о себе. Страх. Вот что в душе у олигарха Коломойского. Его может съесть правда. Его могут съесть свои же, своя зондер-саранча. И чтоб этого не произошло, им нужно платить. Им нужно давать. Давать что-то жрать, давать чужие поля. Главное – завести их в парламент. Там они будут и жрать, и защищать его поля. Поля Коломойского, которые он украл у народа. Там его пища. Там ведь бедное будущее. Откуда он будет летать на солнечные острова под пальмы. Продавать страну иностранной саранчи. На яхтах на берегу Женевского озера. Он продаст все и вся, лишь бы прокормить себя, свои стаи саранчи. Если заведет их в парламент, и вы ему это позволите. У зондер-саранчи немеренные аппетиты. Субтитры создавал DimaTorzok